Тонировка не преступление. Почему? Потому что так нам удобнее. И таких водителей, как грибов после дождя. И найти их проще простого, говорят полицейские. С приходом весны количество тонированных машин увеличивается в разы. Не пугают автомобилистов даже длительные полицейские рейды. В этом году операция «Тонировка» продлится целую неделю. Сегодня вместе с автоинспекторами дежурим на пересечении Большой Садовой и Шелковичной. Стекла этой иномарки не соответствуют ГОСТу. Как итог, штраф 500 рублей. Но Кирилл, владелец авто, признается – зла на людей в погонах не держит. Да нет, они уже, наверное, многие знакомыми стали, потому что частенько видишься с ними. Как говорится, хочешь кататься – люби и саночки возить. И люби платить. Традиционно считается, что за тонированными стеклами скрываются самые недоброжелательные водители. Но таких сегодня не попалось. На позитив водителей настроило то ли весеннее солнышко, то ли скидки на штрафы. За тонировку нарушителям выписывают 500 рублей. Но если оплатить в течение 20 дней, обойдется в два раза дешевле. Сколько тратите вообще на штрафы за тонировку? Да так немного. Часто останавливают? Не, редко. Уже все знают. Класс. Большинство водителей признались – 250 рублей не такие большие деньги по нынешним временам. Вот и катаются тонированными. Но вот Арседа перспектива постоянного общения с автоинспекторами не обрадовала. Да, купил ее с тонировкой. Когда ставил, ее не было. Потом попросил сам, что снова поставил. Ну, теперь уже так, как штрафуют. Надо будет растонироваться. Будем соблюдать закон. Традиционно в конце материалы от помощника. В сегодняшнее видео можно назвать встречей на танкистов. Итак, трамваи в стороны улицы Навашино стоят, а водитель «Газели» решил объехать пробку по путям встречного направления. Но оказалось, что не он один. Еще ВАЗ-99 модели – «Нексия» и «Нива». Если вы стали свидетелем хамства на дорогах Саратовой области, присылайте свои видеоматериалы на наш электронный адрес. tvnews.sobaka.tnt.defisaratov.ru Давайте бороться с автохамами вместе.